СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Следующее сообщение моё называется «Современные представления о патогенезе и схемах терапии хронического гастрита». Мне кажется, что о хроническом гастрите настало время поговорить, потому что вообще изменилось представление о нём. Мне бы хотелось начать с определений. Хронический гастрит – это морфологическое понятие, не имеющее патогномоничных клинических признаков. Всё то, что было до 2016 года, называлось клиникаморфологическим понятием. Гастрит характеризовался как клиникаморфологическое понятие. С 2016 года – это чисто морфологическое понятие, не имеющее патогномоничных клинических признаков. Данная нозология должна диагностироваться гистологическим исследованием слизистой желудка. И только при наличии у больного определённого симптома комплекса, боли или жжения в эпигасте и чувства переполнения или раннего насыщения при отсутствии органических заболеваний, которые бы могли объяснить данную симптоматику, ставится диагноз функциональной диспепсии. Под морфологической сущностью хронического гастрита следует понимать нарушение процессов регенерации клеток эпителия и воспаление слизистой оболочки желудка. Различают два вида воспаления. Собственно, воспаление, представленное ликоцитарной инфильтрацией собственной пластинки слизистой и эпителии нейтрофилами, является основным признаком активного хронического гастрита. Иммунное в виде лимфоплазмоцитарной инфильтрации плазматическими клетками, ТЭБ, лимфоцитами и макрофагами. Иммунное воспаление является постоянным признаком любого гастрита. Наличие собственного воспаления. Таким образом, наличие собственного воспаления свидетельствует об активном хроническом гастрите, его отсутствие о неактивном хроническом гастрите. Теперь данные эпидемиологии. Мне бы хотелось на них остановиться. Первичная заболеваемость в Российской Федерации органов пищеварения за последние 20 лет существенно не изменилась. Так, в 2020 году регистрировалось 32,3 случая на тысячу населения. В 2019 году 33 человека на тысячу населения. За вот этот 10-летний период времени сколько-нибудь существенной прибавки заболеваемости органами пищеварения не фиксируется. На протяжении 20 лет в структуре заболевания органов пищеварения во всех возрастных группах преобладают хронические гастриты. И практически отсутствует диагноз функциональной диспепсии. Позвольте мне представить эти опыты генеза некоторых форм хронического гастрита. Значит, вот я тут избрал три варианта хронического гастрита. Хронический гастрит и HP ассоциированный, который приводит к воспалению с высвобождением воспалительных цитокинов, увеличивающих проницаемость слизистого эпителия со снижением устойчивости к соляной кислоты и пепсину. Рефлюкс гастрит. Действующим компонентом, токсическим вызывающим воспаление, являются желчные кислоты. В зависимости от того, с какими желчными кислотами мы имеем дело, они имеют разный PH и формируют разные конъюгаты. Тауриновые, неконъюгированные желчные кислоты. И те, и другие приводят к увеличению проницаемости эпителия со снижением устойчивости к тем же факторам повреждения. Основными факторами повреждений являются соляная кислота и пепсин. И, наконец, лекарственные повреждения, наиболее известную и часто формирующую эту патологию препарат, это нестероидные противовоспалительные препараты, которые приводят к блоку синтеза простакландинов, уменьшают секрецию слизи и бикарбонатов, уменьшают кровоток в слизистой. И то, и другое является компонентами, увеличивающими проницаемость эпителияльной устойчивости, проницаемость эпителий со снижением устойчивости к факторам повреждения. Таким образом, основным компонентом, влияющим на формирование гастрита является воздействие на проницаемость эпителии, которое ведет не только к повреждению эпителиального барьера, но и преэпителиального, и постэпителиального тоже. То есть, по существу происходит нарушение всех трех линий барьера защиты. Эти опыта генез хранительского гастрита, индуцируя персистенцию HP через развитие синдрома повышенной эпителияльной проницаемости. Резюмируя последние исследования по этиологии патогенеза хранительского гастрита, следует констатировать, что HP участвует в формировании синдрома повышенной эпителиальной проницаемости, повреждая все три защитные барьера – слизистый, эпителиальный и постэпителиальный. Одним из патофизиологических механизмов синдрома повышенной эпителиальной проницаемости при гастритах и язвенной болезни является негативное влияние HP на структурные компоненты плотных контактов эпителиоцитов. Цит, токсин, каха, уриазы и микроорганизмы способны инициировать дезорганизацию плотных контактов клеток за счёт увеличения фосфорилирования лёгких цепей миозина, а также инактивацию протеинкиназы семейства пар-1, регулирующие функции цветоскелета клетки. Простагландина стимулирует и содействует функционированию почти всех механизмов защиты слизистой. Непрерывная регенерация простагландина в клетками слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта является необходимым условием для обеспечения структурной целостности и защиты против ульцерогенных некротизирующих факторов. Простагландины ингибируют желудочную секрецию, увеличивают кровоток, усиливают слизи бикарбоната образования, фосфолипидный барьер, ускоряют эпителиальную регенерацию, репарацию, издревление, язв и эрозии. Изменение синтеза простагландинов является ещё одним или, скажем так, вторым звеном патогенеза хронического гастрита и мишенью для лечения. Теперь, говоря о классификации хронического гастрита, следует остановиться на тех, которые приняты европейской и международной гастронологическими ассоциациями. Одна из них – это классификация сиднейская 1990 года, которая в качестве классификационного признака использует визуальную аналоговую шкалу для полуколичественного определения степени тяжести. Компоненты, которые входят в патогенез, формируют активность гастрита, выраженность его, т.е. распространение его по слизистой и по отделам, наличие кишечной метаплазии и атрофии и степень кололизации HP. Эти компоненты позволяют снизить субъективность оценки при интерпретации морфологической картины. Они включены в морфологические элементы, неспецифический отек, геморазии, эрозии и специфические гранулемы, радиационное поражение без оценки степени тяжести. Второй классификации действующей – это модифицированная сиднейская классификация Хьюстон, 1994 год, которая выделяет тип гастрита, а не атрофические, а атрофические и особые формы – химические, радиационные, лимфоцитарные, трансиозинофильные и бактериальные. Синонимы поверхностные, эндоскопические синонимы поверхностные, интерстициальные, антральные, фундальные, антральные, фундальные и мультифокальные пангастрит, рефлюгогастрит, прицелиакия, отсутствие гранулематоза, аллергические, инфекционные формы. По этиологии HP и другие факторы – аутоиммунный, факторы среды, желчь, глютен, болезнь крона и саркоидоз, пищевая аллергия. Современные классификации, последние классификации, которые обсуждаются – это киотская классификация, которая была предложена японцами в 2015 году и принята ими к использованию. В Европе она была опубликована в гастронтерологическом журнале в 2016 году и включает аутоиммунный гастрит, инфекционный гастрит, вызванный геликобактер, бактериальный гастрит, вызванный другими возбудителями, флегмона желудка, вирусный гастрит, грибковый гастрит, паразитарный гастрит, вызванный внешними причинами, алкогольный, радиационный, нехимический гастрит, вызванный билярным рефлексом, гастрит, вызванный другими определенными внешними причинами. Мне кажется, что классификация киотская дает максимально много для практического врача, и, мне кажется, можно было бы и нужно было бы созвать определенную конференцию или съезд гастроэнтерологов, на котором рассмотреть эту классификацию, рассмотреть вопрос ее принятия к использованию. Выделяет еще гастрит после эрадикации. Суть его заключается в том, что элементы воспаления сохраняются, но в меньшей степени выраженности. Сохраняется истинная атрофия, наблюдается регрессия ее истинной атрофии в течение ближайших 70 лет. Те работы, которые свидетельствуют о регрессии атрофии быстрые, они связаны в значительной мере не с истинной атрофией, а с ложной атрофией, а уходят в основном элементы острого воспаления. Теперь заключение первое. Хронический гастрит продолжает оставаться основной нозологической формой в общей структуре заболеваний органов пищеварения. Рассмотрение хронического гастрита с позиции морфологического понятия ставит диагностику в более строгие рамки биопсии и гистологические исследования, которые являются обязательными компонентами диагностики. Идеологические формы определяют лечебный подход, ирадикацию в каких-то случаях. Морфологические формы определяют тактику наблюдения и лечения. А лечение, в том числе ирадикация, замедляет интенсивность прогрессирования гастрита. Диагностика. Значит, обязательные программы. Вот здесь указаны обязательные исследования, которые мы должны использовать при диагностике хронического гастрита. Это общеклиническое исследование, это эндоскопическое исследование с биопсией обязательно, это морфологическое, иммуноморфологическое исследование гастробиоптатов с обязательным изучением G и D клеток. Оценка местной уреазной активности, КЛО-тест. Цитологическое исследование, сирологическое исследование антитела, какого класса, каков их уровень, тест для выявления ДНК и HP в КАЛе с помощью реакции ПЦР, внутрижелудочная пашметрия, которая определяет кислотообразующую функцию и выбор препаратов тоже. Радионимнологическое исследование гастрин-17, пипсиногены, простагландины, которая определяет характер морфофункциональной активности кроссрита. Рентгологическое исследование по показаниям, изучению гастродональной моторики и заключение о синдроме повышенной эпителиальной проницаемости, который делается в основном не комплексом исследований, включающих электронную микроскопию. Она не проводится больным с подозрением на хронический гастрит. А свидетельство того, что имеет место активный гастрит, раз и он имеется, есть и синдром повышенной эпителиальной проницаемости. Как должны быть сформулированы диагнозы по классификации 11-го пересмотра? Хронический гастрит тела желудка – это нозология. За скобками хронический фундальный гастрит, аутоиммунный, геликобактерный, негативный, с умеренной или выраженной секреторной недостаточностью в фазе обострения, затухающего обострения или ремиссии, СПЭП. СПЭП, если ставится стадия ремиссии, то синдром повышенной эпителиальной проницаемости изымается из характеристики диагноза. Хронический смешанный пангастрит геликобактер ассоциированный с нормальной секреторной функцией, умеренной или выраженной секреторной недостаточностью в фазе обострения, затухающего обострения и ремиссии, в отношении синдрома повышенной эпителиальной проницаемости данные те же, что и при предыдущем диагнозе. Хронический гастрит, антурный желудок, хронический антральный гастрит, геликобактер ассоциированный с повышенной секреторной функцией или с нормальной секреторной функцией. В фазе обострения, затухающего обострения и ремиссии СПЭП либо есть, либо нет. Хронический рефлюкогастрит, геликобактер, негативный, с умеренной или выраженной секреторной недостаточностью в фазе обострения, затухающего обострения и ремиссии. Синдром повышенной эпителиальной проницаемости. Есть еще один компонент, который позволяет нам ставить эту компоненту в расшифровку диагноза. Это патогенез, где синдром повышенной эпителиальной проницаемости является главным фактором, который допускает проникновение повреждающих агентов за пределы эпителиального барьера. Лечение, общие принципы определить фармакологические мишени, установить форму хронического гастрита антральный, аутоиммунный, хронический гастрит смешанный антральный и тело, установить характер кислотообразования, определить воспалительную активность, определить наличие СИВР при высокой воспалительной активности, о чем может свидетельствовать наличие эрозии, и положительные воспалительные тесты. Уточнить данные нам на забрете особенное внимание на группу лекарственных препаратов, повреждающих слизистую желудка. Указать какие, либо какие-то отменить как фактор, имеющий отношение не только к повреждению, но и к поддержанию активности процесса. Установить характер желудочно-додональной моторики, влияющий на выбор фармапрепарата, нормализующего моторику. Частные вопросы лечения фармакологические мишени и теология, характер желудочно-додональной моторики, синдром повышенной эпидемиальной несостоятельности, наличие СИВР, наличие и степень воспалительной активности, фармакологические мишени и теологии, моторика, синдром повышенной эпидемиальной проницаемости СИВР и активность воспаления легкое, умеренное и тяжелое. Собственные данные касаются изучения 249 больных. Это не значит, что наш опыт ограничивает с этим количеством. Они попали в настоящую разработку. Приблизительно равное количество мужчин и женщин, общее количество 243 больных, 249 больных, в левой части указаны формы гастритцентрофии, гастрит антральный, гастрит фундальный, атрофический, мультифокальный, смешанный гастрит. Возрастная характеристика и длительность заболевания. Проводимые лечения. В настоящем исследовании были использованы результаты эрадикации 110 больных, которые составили первую и вторую группу. Первая группа 70 больных HP положительных, хронический гастрит, стадия обострения синдром с сохраненной секреторной функцией, схемы эрадикации 2 антибиотика, ингибитор протонной помпы, арибогид, продолжительность лечения 14 дней, арибогид 300 мг в сутки и в течение 4 недель. Вторая группа 40 больных HP положительных, хронический гастрит с секреторной недостаточностью, эрадикации 2 антибиотика, висмут в виде денола в течение 14 дней. Третья группа 30 больных HP отрицательных, хронический гастрит, стадия обострения разимной формы, функциональная диспепсия фиксировалась у всех больных. Лечение рибогидом в суточной дозе 300 мг в течение 4 недель. И четвёртая группа 30 больных HP отрицательных, гастрит, стадия обострения, основу лечения составила денол. Но продолжительность проводимого лечения была сравнительной. Мы сравнивали два желудочных протектора, рибогид и денол. Третья и четвёртая группы не были ассоциированы с персистенцией HP, и больным данных групп проводилось лечение желудочными протекторами либо рибогидом, либо денолом в стандартных дозах. Рибогид – первый и пока что единственный индуктор синтеза эндогенных простокландинов Е2 и Е2. Универсальные средства, обеспечивающие защиту и восстановление слизистой на всех трёх уровнях, регенерируют клетки эпители, сшивают нарушенные плотные межклеточные контакты и восстанавливают кровообращение. Механизм действия рибогида уменьшает активность фермента ЦОХ-1, повышает содержание плосохраненных Е2 и Е2 в слизистой желудка и обеспечивает межэпителиальную защиту за счёт синтеза белков, сшивающих эпителиоциты. На правом снимке показаны эти элементы. Результаты лечения эффективности рибогидом в первой группе составила 95%, 66% больных, функциональная диспепсия была купирована у всех 100% больных, 100% больных в течение первой недели лечения, 70% больных здесь было. Эффективность эридикации второй группы 90%, 36% больных, функциональная диспепсия купирована у всех, у 90% полностью, у 10% частично. Обострение купировано у 100% больных третьей группы, 80% в течение второй недели, и 100% в течение четырёх недель. Оценка была пошаговая, каждый шаг составлял две недели. Эндоскопические признаки обострения были купированы к концу четвёртой недели. И четвёртая группа 90% достигнута стадии ремиссии, у 10% частично эндоскопической ремиссии, катаральная форма обострения сохранилась у трёх больных, а общее количество было 30%. В заключении, за последние 15-20 лет значительно изменились представления о хроническом гастрите. Из понятия клиника морфологического он преобразовался в понятие чисто морфологическое. Клинический симптомокомплекс представляет функциональную диспепсию, имеющую самостоятельную нозологическую принадлежность, которая может быть коморбидным компонентом в диагнозе хронический гастрит, и является как таковым, хотя по существу анализ российских данных подтверждает, что этот диагноз не оказывается состоятельным, когда идёт разговор о хроническом гастрите. Ведущим патогенетическим фактором является синдром повышенной эпителиальной несостоятельности, снижающей все три уровня защиты. Препаратом, восстанавливающим функцию слизистой в целом и эпителиальный барьер, в частности, влияющий на эффективность эрадикации, восстанавливающей функциональную активность кровоснабжения, является репогид, эффективность которого превосходит ДНО. Немного идёт разговор о 10%, но всё же результаты наших исследований подтверждают его эффективность. В эрадикации, в купировании функциональной диспепсии, в восстановлении морфологической структуры слизистой и целостности, и не только эпителиального барьера, но и защитного барьера в целом. Репогид рекомендован Обществом гастронтерологов, Ассоциацией гастронтерологов, Обществом терапевтов, а также приказом министра здравоохранения. Вот здесь есть номер 72-693-24-3-23-го к использованию для лечения хронического гастрита. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова